Добрый день и добро пожаловать на конференцию «Эти очаровательные бактерии», которая посвящена микрофлоре нашего организма и ее роли в поддержании здоровья. Меня зовут Мальцева Юлия, я эксперт по холистическим методам оздоровления, специалист по питанию и детоксу, травница и основатель клуба пробиотической еды «Ферменториум», где мы говорим об исцеляющей силе живых продуктов, пробиотическом питании и искусстве ферментирования. Я также автор и ведущая этой конференции. И сегодня мы общаемся с Екатериной Йенсен. Екатерина – это диетолог, сертифицированный специалист функциональной медицины, автор проекта «Еда для жизни» и программы очищения организма «Мини-детокс». Я все верно сказала? Да. Юлия, здравствуйте. Да, все верно. Спасибо, что пригласили. Очень приятно участвовать. Добро пожаловать на конференцию. Мы сегодня с вами договорились обсудить тему развития дрожжевых бактерий или кандидоза и о том, как с этой проблемой бороться. Мы постараемся развеять некоторые мифы относительно легких, условно легких способов лечения и расскажем о том, как может выглядеть комплексный и эффективный план устранения грибковых бактерий. Давайте начнем с того, что такое вообще микрофлора и почему она так важна, в частности, поддержание нормальной микрофлоры, ее соотношение, почему это так важно для того, чтобы предотвратить развитие каких-либо инфекций. Юль, смотрите, на самом деле микрофлора, да, это понятие достаточно широкое и включает так простым языком, скажем так, это та совокупность микроорганизмов, которые находятся у нас в теле. То есть они, в принципе, могут, есть кишечная микрофлора, есть другая микрофлора, да, то есть как бы, в принципе, это вот общее широкое понятие. В принципе, как диетологи мы, конечно же, больше всего работаем с кишечной микрофлорой. Кишечная микрофлора очень важна, потому что, в принципе, те бактерии, которые у нас там находятся, они, в принципе, обрабатывают все вещества, которые к нам попадают. То есть если, например, у человека проблемы с микрофлорой, то, например, у него мало того, что будет, например, кандидоз и так далее, то есть наша сегодняшняя тема, у человека, например, может быть нехватка очень сильных витаминов группы В, потому что именно кишечные бактерии определенного вида, они обрабатывают эти витамины и делают их доступными. То есть это вот такой пример. Ну и плюс микрофлора – это наша защита, гарантия нашего иммунитета и так далее. И ее состав чрезвычайно важен, чтобы преобладали именно хорошие бактерии, то есть, естественно, есть патогенные существа, да, скажем так, и есть хорошие, которые нам помогают, наоборот, в поддержании иммунитета. Ну и надо здесь сказать, что вот бактерии, они очень конкурентны. И, в общем-то, при, скажем так, каждый из них борется за какой-то свой сантиметр, за миллиметр и вот за какое-то место в этом сообществе, да, и поэтому поддержание, наверное, оптимальное. Я не говорю, я вообще избегаю слова нормальный, потому что нормальная микрофлора – понятие очень индивидуальное, и даже в течение жизни у одного человека. Я уже не говорю у разных людей, это может быть совершенно разное соотношение бактерий. Но оптимальное соотношение, да, оно, в общем-то, позволяет держать в нормальном количестве те или иные бактерии, то есть некий гомеостаз поддерживать. И мне очень нравится, как разные спикеры на нашей конференции, они дают определение вообще микрофлоре, да, то, что вы сказали, вы сказали очень доступным языком, определили, да, в общем-то, наверное, будет понятно многим. Кто-то рассказывает с точки зрения роли каждой отдельной бактерии, и наши слушатели имеют возможность услышать это на конференции. Я обычно описываю микрофлору с точки зрения биологической среды, которую они формируют. То есть под биологической средой я понимаю продукты жизнедеятельности всех бактерий, да, это и, скажем так, некоторые токсины, это могут быть и полезные вещества, это могут быть витамины, действительно, которые они синтезируют, это могут быть органические кислоты и так далее. Это совокупность генов, которые есть у каждых бактерий, и, в общем-то, сами тела этих бактерий. И, конечно же, вот тот некий коктейль, который они формируют, это и называется биологической средой. Тут PH, который они формируют, я называю это биологическим средой, это немножко более сложное понятие. Мы построим такой диалог на контрасте, более доступным, более, скажем так, научным языком. Хорошо, а когда мы говорим про кандиду, стоит ли нам вообще бояться слова кандида? Потому что ведь кандида – это всего лишь определение относительно какого-то одного микроорганизма. Вот в каком случае нам стоит бояться кандиду в нашем организме? Юль, смотрите, я, кстати, хочу добавить, мне очень нравится по микрофлоре определение, которое мне дали преподаватели в свое время, то, что вся микрофлора кишечника – это как шерстяной ковер. Вот как раз, как вы говорите, что все место занято. Вот там точно все место занято, то есть каждый себе отвоевал место под солнцем и его заселил. Вот у нас примерно то же самое в кишечнике. Значит, что касается вопроса, надо ли бояться кандиду, да, то есть люди бывают там, очень некоторые любят сдавать анализы, они постоянно видят какие-то новые бактерии там у себя и так далее, сдают посевы и, в общем, пугаются действительно. На самом деле пугаться не нужно. Проблемы как таковой, прямо вот то, что у меня кандида, ее нет. Главное в количестве, в том количестве, которое кандида себе отвоевала место, то есть в том количестве бактерий, которые находятся у вас в организме, потому что когда кандида, она, в принципе, считается, ее практически невозможно убрать из организма, если она уже там появилась. Бывают случаи, но это очень сложно, поэтому, в принципе, большинство, наверное, живут постоянно с кандидой, просто они ее никак не чувствуют. То есть когда она не перерастает определенную границу, у каждого человека она индивидуальная, правильно вы тоже сказали, то есть что значит нормальное, да, нормальное для одного одно, для другого другое, то есть это зависит от многих факторов. И кандида, если она не переросла в определенное количество, то она мирно себе живет, никому не мешает, и бояться ее точно не надо, и уж точно не надо бросаться в аптеку за антибиотиками для того, чтобы скорее там убить себе всю микрофлору. Ну вот здесь хотелось бы добавить такой практический пример, вот из моего опыта. Есть люди, которые очень любят сдавать анализы, и они сдают анализы бакпасев или масс-спектрометрию, и это анализ, после которого, в общем-то, мы видим всех обитателей нашего кишечника, да, или если это гинекологический анализ, то, в общем-то, всех обитателей нашего организма. И они в этом перечне обязательно увидят кандиду, потому что это нормальный обитатель нашей микрофлоры. И хочется здесь сказать, что кандиды бывают очень разных видов. И вот здесь надо понять, наверное, что если вы увидели кандиду, не нужно сразу бросаться и покупать какие-то разрекламированные по телевизору средства и заниматься самолечением. Вот если вы увидели кандиду в своих анализах, как Екатерина сказала, это нормальный житель нашей микрофлоры нормальной, да, оптимальной микрофлоры. Наверное, после сдачи анализа все-таки стоит обратиться к специалисту, который уже может сказать, опасен вам этот вид кандиды или нет, да, и какие действия стоит предпринимать. Я вообще не сторонник, если честно, самолечения, а как вы относитесь к этому? Я считаю, что любое самолечение шревато, да, то есть очень многие, в принципе, я написала в свое время статью, как стать обладателем плоского живота, то есть как достичь нормальной микрофлоры, потому что вздутый живот, это, в принципе, признак, самый первый и самый верный того, что с микрофлорой непорядок. И после этого получила очень много, до сих пор получаю очень много писем, что вот что делать, вы написали, что надо там эту траву, эту, а сколько ее принимать, а как делать, а что. Я всем отвечаю, послушайте, ну это индивидуально, то есть я написала статью для того, чтобы люди понимали, что это можно решить без антибиотиков, что вообще проблема решаема, что он написал статью, чтобы люди поняли, насколько их питание вообще воздействует на микрофлору, как можно с помощью просто изменения питания, даже без всяких трав, улучшить свое состояние. То есть, опять же, самолечение. Если самолечение заключается в том, что я брошу гамбургеры и перейду на салат, ради бога, да, ну и когда люди начинают, пошла на iHerb, заказала там, соответственно, эту травку и там коллаген, и ластин, и все позаказала, и все там поразрекламировали. На iHerb там сидят очень умные маркетологи, они там, ты заходишь на одно, они тебе предлагают другое. И, в принципе, у меня вот есть клиенты, которые приходят, я купила там, у них еще консультации не было, а она уже там себе купила и это, и это, и это, и это. И как вы думаете, мне это надо? То есть, вот этим можно навредить. Поэтому любое самолечение, даже если это травы, люди иногда не понимают, что травы могут быть очень и очень серьезным лекарством. Особенно, когда они идут в капсулированных формах или в виде экстрактов, масел и так далее. Поэтому просто взять, прочитать статью, пойти купить себе там масло орегано или еще какие-то препараты, и я считаю, что можно очень сильно себе навредить. Поэтому я с вами полностью согласна. Лучше уже, если есть проблема, то обратиться к специалисту. И, как правило, это самое интересное, что это будет еще и дешевле, чем человек будет 10 раз покупать какие-то там капсулы, они не будут действовать, или он пойдет в аптеку, потом опять за анализами. То есть, в итоге это выйдет в разы дороже.